Тур-Мерканди старший, который еще в 1972 году судил бой как рефери между Мухаммедом Али и Фрезером. 39 лет, 180 сантиметров рост, 76, почти 77 килограмм вес. 51 победа, 4 поражения, 38 побед нокаутом. Обладатель 8 чемпионских поясов. Средний, суперсредний, полутяжелый, тяжелый вес. В общем, это Рой Джонс. Я вам скажу, что самое большое подозрение сейчас вызывает подбородок Роя Джонса. Поскольку последний нокаут от рук Гленка Фа Джонсона был очень тяжелый, и Рой долго пролежал на материнга тогда бессознанно. Феликс Тринидад, такой же рост как Рой Джонс, 42 победы, 35 нокаутов, всего два поражения. Гордость Пуэрто Рико, Феликс Тито, Тринидад. Если Тринидад достанет Роя, тому не сдоброват. Я уже говорил, что Феликс Тринидад, это боксер очень странный. Он кажется простым и очень рациональным. Ну, его фантастическое чутье на ситуацию и на цель. Его совершенно убойный удар, особенно удар слева. Это, знаете, то, что сделало его великим боксером. Если бы они встретились раньше, что было бы? Я абсолютно уверен, что Рой не дал бы ни единого шанса Тринидаду. Когда он был молод, полон амбиций, уверенности. Рой Джонс, боксер, который никого не останавливал, не переворачивал, как принято говорить у боксеров, уже много лет. Он выигрывал, но нокаутов у него за последние годы по сложному списку не было. Первый раунд. Против Тринидада работает только одно. Он уже очень давно не был на ринге. Я уже говорил, что Рой Джонс провел бой против Аншо. Говорят, выглядел не очень хорошо. Я не видел этот бой. Рой простоял у канатов. Видно, нужно было ему для уверенности. Говорят, в свое время Мухаммед Али мог под 12 раундов стоять, меняя спарринг-партнеров у канатов спиной. И в него не могли попасть. Трудились в поте лица. Рой вот эти трюки делал когда-то. Ну, просто замечательно. Что-то будет сейчас. С Тринидадом сложно. Его и обмануть очень сложно. Его пытался в свое время обмануть Оскар Диллахоя. Знаете, на мой взгляд, даже обманул. Но потом Оскар решил показать, что он великий техник. И провальсировал оставшиеся 4 раунда этого боя. Проиграл. Судьи были разочарованы. Хотя, на мой взгляд, тогда Тринидад не выиграл. Для Роя Джонса бокс всегда был таким развлечением, вызывающим адреналин. Уже столько было сказано об этом боксере. Поистине, это гений бокса. Был. Как здорово посидел Мерк. Тренер Роя Джонса. Несменяемый тренер. Чем бы этот бой не кончился, я вас уверяю, что мы увидим, конечно, великолепное исполнительское мастерство. Тренер Роя Джонс. Вот и дублирующий удар. Левая в печень. Это Роя Джонс. Выбросил такую красивую комбинацию. Второй раунд. Вот такая странность. Посмотрите, как выглядит Роя Джонс и как Феликс Тринидад. Тринидад выглядит эдаким тощим мальчуганом. И при этом бьет, как из пушки, с обеих рук. А Рой выглядит атлетом и все-таки далеко не такой он мощный панчер, как его противник. Причем все удары Феликса Тринидада очень острые, прицельные, идут по выверенной траектории. И скорость осталась. Причем я с печалью констатирую, что скорость у Тринидада осталась, а Рой, по-моему, потерял все-таки ее. Ну, оно и понятно. Тринидад в этом бою младший по возрасту. Размен в средней дистанции. Просто удивительно, всегда восхищает, когда вот такие великие мастера, как они здорово действуют. В защите, на такой короткой амплитуде, не моргнув глазом, убирают подбородок на какой-то полсантиметра, удар летит мимо. Да. Джонс себе верит. Завелся, кажется, Рой Джонс. Да, давно мы такого бокса не видели, согласитесь. Вот это класс, конечно. Вот это мастерство. Мерк. Мерк. Тренер. Ну, это сокращенно. Вообще-то, его фамилия Меркерсон, тренер Рой Джонс. Он говорит, мне бы понравилось, если бы ты немножко по кругу пошел вокруг Тринидада, потому что стоишь перед ним, это опасно. в фронте. Фронталь. Фронталь. Пссс. 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 Тринидада трудно обмануть. Кроме того, он постоянная угроза Он действует очень коротко На короткой амплитуде Действует, кажется, очень просто На самом деле, все его ходы очень продуманы И достаточно сложны Вот, посмотрите Что делает Тринидар? Он собран Джонс Боец, который кожей чувствует, что затевает противник Вот тут он, как кобра, покачивается перед Джонсом Казалось бы Его очень сложно встретить Посмотрите Джонс часто грешил тем, что заигрывался Заигрывался, стоя у канатов Ему очень нравилось Перекрываться Демонстрировать свою неуязвимость Дурачить противника С Тринидаром это будет очень трудно сделать Да, низко показывает Джонс Бьет Тринидар по туловищу Он любит, любит дать противнику поработать Ну давай, давай, подходи Трудись Не может Рой Джонс Без этого не может Это концерт Это восторг для него И публика Публика за это его обожала Хорошую реакцию показывает рефери Рой Джонс Кого он только не побил Он побил таких великих бойцов, как Джеймс Тони Как Бернард Хопкинс А в общем Бесполезно перечислять все его победы Как он мог проиграть Тарверу Как он мог проиграть Джонсону Не знаю Это загадка Но может быть все дело Знаете В отсутствии мотивации Я бы так сказал Казалось бы Нелепо говорить такие вещи О Рой Джонсе И все-таки Последний год Полтора Выступления Джонса на ринге Перед поражением Чувствовалось, что Для него это уже Не вызывает Никакого адреналина В крови Никакого куража И публика Которую не проведешь Это заметила Может поэтому Было столько критических стрел Выпущено В Рой Джонсе Подурачиться Подействовать Подергать Противника Испытать его нервы И это вот Главная задача Роя Джонса В ринге Он никогда не ставил на удар Никогда Практически Один раз Когда он проиграл Мантеллу Гриффину Ввиду дисквалификации Вот в реванше Он вышел И срубил противника На повал А потом Упрекнул журналистов Сказал Это вы меня заставили Потому что Сразу После первого Его поражения После дисквалификации Пылась Куча Статей О том Как плохо Рой Джонс Что он кончился Что он уже не тот И что он вообще Дурачит публику Иногда Поражаешься Неблагодарности И журналистов И аудитории Человек Столько радости Вам доставил В свое время Но чуть отступился И сразу же Начинается Такой обвал Критический Но это уже Вопрос морали А мы комментируем Все-таки бокс Вот Рой Джонс Сейчас Он решил Пойти пешком За противника Идет и подставляется И два попадания Нет Тринидад Пока что Не может подобраться Вся его ударная мощь Вся острота Пока что Тратится впустую Да И поболтать в углу Рой Джонс Тоже был Всегда не прочь Ему говорят Дыши глубже Он в это время Обменивается Шуточками С кем-нибудь Из секундантов А то И с публикой Публика Ревет Тито Тито Это конечно Порториканцы А пока что Тито Как бы Немножко Озадачен Казалось бы С Джонсом Просто Пока не выйдешь В ринг Против него Низко Бьет Тринидад Уже Четвертый Раз За этот Бой Что Надо отметить Еще Что бы ни случалось В бою Никто Никогда В том числе И мы с вами Дорогие друзья Не видели Чтобы Рой Джонс Вышел Из себя Джонс Подавливает Перекрывается Как бы Приглашает К атаке И скорость Как будто бы Возвращается К нему Может быть В его ударах Нет такой Тяжести Нет такого Взрыва И резкости Как у Тринидада Но он Достает Да Коронка У Тринидада Конечно Страшна Вот этот Левый Поразительно Насколько Точно И быстро Он бьет Слева И как Жестко Соприкасается Целью Его Кулак Удар Справа Род Джонс Это старый Трюк Трюк Роя Удар Справа И после Него Тут же Уклон Влево Вот из этого положения Рой Несколько раз Вот на моей памяти Умудрялся Сажать противника На пол Потому что Как правило Если он Доставал Справа Как-нибудь Иногда Он намеренно Промахивался Противник Уклон Раз Два На третий раз Мог выстрелить Оттуда Мощнейшим ударом По печени Или в голову На одном и том же Движении Да Можно с кем угодно Стоять у канатов Подставляться Рою Джонсу Но только не с Тринидадом Настолько Острые Болезненные Удары У этого бойца Что сдержать Проще От тяжа Вытерпеть Удары Более тяжелого Соперника Чем Удары Тринидад Тут уже есть предсказание Что этот бой Может выиграть Тринидад Где-нибудь В районе Восьмого Девятого Раунда Что дескать Вот эта бомбежка По толщу Должна измотать Рою Джонсу Все знали Как будет вести себя Тринидад Вот трудно было предсказать Как будет Рою Джонс Себя вести Потому что это никто Не мог никогда предсказать Его Импровизаторские Способности Вставили в тупик Не только Противников Но и всех Всяких Разных Аналитиков Экспертов Которые С авторитетным Видом Рассуждали О сильных Слабых Сторонах Этого бойца У меня такое Ощущение Что Рой Джонс Своей Собственное поражение Даже Организовал Именно Именно тем Что он не был В нормальной Психологической форме Джонс Не повторяется Видит что вытворяет Одиночный удар Комбинация Раз за разом Замечательно Конечно Рой Джонс Не упустит Случай Попоясничать Ну в хорошем Смысле Слово Тут Конечно Взбешены Тем что Тринитад Позволяет Издеваться Над собой Как это так Там дискуссия идет В углу У Рой Джонса С мерком Там вообще Указаний Не бывает Там В общем Всегда идет Такое Заинтересованное Обсуждение Тринитадо 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 Чуть ли не Шесть лет В этом качестве Просидел Лучший боксер В мира Феликс Тринитадо Года два Наверное А то и три Знаете Есть такой Неофициальный Рейтинг Журнал Ринг Паунт по паунт Называется Лучший боксер Вне зависимости От веса Но просто Не знаю Какое у меня Восхищение Вызывает Техника Нанесения Ударов Тринитада Что случилось Иногда Джонс Бывает Очень Дисциплинированным Боксером Иногда Смотрите Что вытворяет Сейчас Плотно Перекрыт И снова Тринитад Бьет Очень Остро Очень Быстро И опять Ниже Пояса Немножко Эти бойцы Такого Заоблачного Класса Что В принципе У них Слабых мест Нет Они Превосходно Умеют Действовать И на В атаке В атаке В контратаке В комбинационной Манере И Если надо В манере Эдакого Бенгера То есть Рубаки Жесткого Просто Блестящего Ну Дадут нам Наконец Повтор Или нет Давайте Посмотрим Да Какой-то Замедленный Довольно Был Нокдаун Конечно Роя Тут Немножко Не повезло Что он Высоко Приложился По противнику Чуть Пониже Бы Конечно Не так Бы Скоро Встал Феликс Тринидад 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 Да Сейчас 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 Для него Очень важен Даже Не удар А быстрый Переход К защите Главное Не словить У Тринидада Нельзя Пропускать Здесь Восьмой раунд Рой Джонс Методично Поддавливает Идет В наступление И именно Здесь Казалось бы На встречных Курсах Где скорость Тринидада В общем И его чувство Дистанции Должны Как бы Уравнять шансы Вот тут Он и выигрывает Джонс Потому что У него Превосходное Чутье На ситуацию Перекрылся Когда-то Вот точно Так Выиграл У Тринидада Винки Райт Но Винки Был Левша Винки Не был Нокаутером Винки Просто Заставил Нервничать Тринидаду Потому что Его Вот такой Вот блок Который Сейчас Демонстрирует Рой Джонс Это его Фирменная Защита Которая Разбиваются Все Практически Смотрите-ка Конец Конец Восьмого Раунда Ничего Тринидаду Не удается Сделать Тут Такая Вальяжная Улыбчивая Атмосфера Царит В углу У Роя Джонса Но там Вообще-то И всегда Тревоги Не было Никогда Там не чувствовалось Напряжение Бойцы 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 Каков Каков его Настоящий Вес Каков его настоящий вес Раунда Раунда Остается до конца Боя Бой Конечно Великолепный Что там Говорит Для боксерских Гурманов Это Самое Что называется То Что нужно Отчего Мы уже Стали Отвыкать Такой Интересный Такой Непредсказуемый Такой Остроумный Бокс Который Мы видим Сейчас Да Сейчас Сложно Увидеть Как Феликс Не напрягается Удары Я бы Даже Сказал Не удары А плюхи Роя Джонсона Настигает Его Либо На полпути При Атаке Тринидада Либо На отходе Вот Как Сейчас Тринидада Тринидада Никто Никто Раньше Не решался Потому Что Ну Вы Сейчас Видите Какой Он Быстрый Какой Он Мощный Ударный Боец Тринидад Тринидада Тринидада О Который Стали Уже Забывать Все Таки Хорошо Что Есть Такие Бойцы Да Нет Таких Нет Таких Как Роя Джонс Нет Да Это был Нокдаун Какой-то Такой Довольно Странный Хотя Когда За ударом 80 кг Наверное Почувствуешь Легкой Головокружение Что Там Говорит 110 117 109 116 110 110 116 119 119 119 119 119 129 150 159 159 159 159 169 1610 169 1610 159 169 16io 11ン Никто не появится ему на смену. Вот с таким большим знаком вопроса я и заканчиваю свой репортаж.